Аникина Васильевна предлагается выдать добровольно находящиеся при ней денежные купюры. Начальница отдела эксплуатации транспорта Ставропольского МУАП с невозмутимым видом выкладывала купюры из своей сумки. Во время спецоперации женщину взяли с поличным. Мошенническая схема была стандартна. Помимо документов о квалификации водителя, бумага состояния в том, она потребовала от предпринимателя крупную сумму. Цена за выход на маршрут – 40 тысяч рублей. При обыске не все банкноты оказались у Валентина Аникиной при себе. В начале проведения оперативно-рисковной мероприятия мы предлагаем добровольно Валентина Васильевна выдать денежные средства, которые имеются в ее кабинете, а также документы в отношении предпринимателя Навальнева, которые, возможно, уже подготовлены. В ящиках стола и в документах набралась приличная сумма. Женщина старалась не расставаться с купюрами. Но от зорких глаз оперативных сотрудников не скрылся ее мухлёж. Подписанный документ о допуске на маршрут ФСБшники также изъяли, как вещественное доказательство. Оригинал. С печати. Такой же точно у него находится на руках. Помогал Валентине Аникиной еще один сотрудник МУАП – начальник бригады Александр Белогубов. По факту преступления было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». На днях Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор. Назначено наказание. А Никиной в виде штрафа в 220 тысяч рублей, ее сообщнику чуть меньше – 200 тысяч рублей. Кристина Ревенко при содействии Пресс-службы ФСБ России по Ставропольскому краю. Кристина Ревенко. Кристина Ревенко.